Ксения, ты у нас представитель стройотряда, и каждый гость, который приходит к нам в студию, в соседский Wi-Fi, приносит частичку себя, какой-то подарок. Я вижу у тебя в руках такая замечательная, симпатичная лошадь, в таком же, как это правильно называется? Целинка. Целинка. Расскажи нам про него. Ну, у каждого отряда есть свой символ. А это игрушка, которая является талисманом студенческого отряда. Вот я хочу, чтобы у вас тоже был такой талисман, который вас оберегал и приносил удачу. Студенческий стройотряд оборонен, командиром которого ты, собственно говоря, являешься. Друзья, мы пойдем писаться, и о стройотрядах поговорим чуть-чуть попозже. Саша, пошли. Пойдем. В России вступил в силу закон о суверенном Рунете. Саров посетил депутат Государственной Думы, а в Березке прошел форум «Время выбрало нас». Это соседский Wi-Fi. Обсуждаем самые интересные события прошедшей недели. С вами студия Александр Самофал. И Петр Смирнов. Саша, привет. Так, ну ладно, сразу к первой теме. Страшная новость. В России вступил в силу закон о суверенном Рунете. Честно, вот по себе, я до сих пор не понимаю смысл суверенного интернета. Все боялись этого как словосочетания. Что такое суверенный Рунет? Да, вообще, суверенный Рунет. А что у нас, как в Китае будет? Боялись, да. Сначала интернет, потом нас делают... Отключит все. Отключит, да. Я не знаю, у нас будет свой кимчин ин какой-то. Ну, разный вопрос. У кого не спрошу, то это же плохо. Важный факт, да. В Китае, например, так называемый есть, по-моему, золотой фаервол. Там нет Гугла, там нет Ютуба, там нет Инстаграма, нет Твиттера, нет много чего еще. И у них свои полностью соцсети и сервисы. Все свое. Все свое китайское. Вот так свой китайский Инстаграм есть. Есть своя китайская электронная почта, свой видеосервис. Понимаешь? И вот вопрос. А что вообще такое? Неужели мы идем вот по этому же пути, да, обособленного интернета у нас в России? Так это или не так? В том числе этот закон призван обеспечить соблюдение законодательства о блокировках. Ты же слышал, да? У нас же сейчас есть целый реестр запрещенных сайтов, ресурсов. А уж с Телеграмом борьбу ведут уже второй год. Никак не могут победить. Понимаешь? Внедряемые технологии в связи с этим законопроектом, законом уже действующим, это одна из ключевых технологий. Это Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов. Будет установлен оборудование за счет бюджета. Обслуживаться оно тоже будет за счет бюджета у провайдеров, крупных узловых провайдеров. И каждый пакет будет более глубоко анализироваться с точки зрения того, что он в себе несет. То есть куда он обращается, зачем он обращается, по какому протоколу, не используются ли там методы шифрования, не обращаются ли он к запрещенным ресурсам, расположенным за рубежом. И вот появляется дополнительный функционал для Роскомнадзора, блокировать такой трафик. Причем пользователь даже не поймет. Вроде бы у него все работает, но трафик все равно не идет. И вроде бы как эксперимент в Мурманской области уже показал, что рутрекер, известный запрещенный пиратский ресурс, уже удалось Роскомнадзорнуть его. То есть получается смысл... А как вот понять, я отправляю какой-то запрос, это система все, быстро вообще это происходит? В режиме реального времени. То есть это, я так понимаю, все-таки созданная система, которая будет все вот эти... Это программно-аппаратные комплексы, которые в автономном режиме, без участия человека. Понятно, что какую-то статистику они там будут собирать, чтобы можно было посмотреть, как и куда идет трафик, какой блокируется, какой не блокируется. Но это точно без участия человека, никакого тут человеческого фактора нет. И по сути ты даже вот... У тебя просто не замечу то, что у тебя будет не работать сайт. А как же без Ютуба? Как люди вообще без Твиттера там? Ну как же, есть Рутуб. Так, ладно, Инстаграм. Инстаграм, тут сложно. Ну, людей же ломко, они же не знают, что делать. Как не выложи еду с утра, ну куда они выкладываются? Куда, да, то есть это... Возвращаясь ВКонтакте, на странице все вот эти... Слушай, это же ведь тяжелая психологическая ситуация. Депрессию полстраны будет. Депрессию полстраны, точно. Потому что они не знают, куда с утра выкладываются. Они будут, мне кажется, все закупят массовые принтеры, чтобы распечататься, себе просто на балкону так привешать, чтобы посмотреть на меня. В подъезде на доску объявления. Да. В общем, хоть и закон вступил в силу, да, наш, и есть реальные риски того, что у нас какие-то сервисы пропадут, еще целый год потребуется на то, что все оборудование установить, запустить, подключить. Ну, это как логично, в принципе, все законы. Мы его примем, а там уж в течение года посмотрим, как чего у нас пойдет или нет. Да, и вот смотри, какая история. Получается, мы из федерального бюджета потратим 1,8 миллиарда рублей. Да, но мы спросили у наших горожан, как они относятся к безопасности Рунета, к безопасности интернета в целом. Поэтому, Даша, тебе слово. Китай свой создаст, да, создаст свой Америка, создаст свой Россия. И что дальше? Как будем развиваться? Должен быть общий интернет мировой все равно. И никуда от этого не деться все равно это будет. Я за то, что за, как сказать, отечественные продукты. Считаю, что в нашей стране очень много различных разработчиков, как в IT-сфере, так и в инженерные. И поэтому нужно, конечно, развивать свои продукты больше. Если ведут какие-нибудь санкции против нас через интернет, то, думаю, это очень даже поможет. Очень много нюансов в этом плане, потому что сервисы всякие зарубежные, там всякие гуглы, ютубы, как вот все с этим будет работать. Потому что у нас вот этих аналогов нет. У нас есть Яндексы там всякие, есть ВКонтактики, но вот, допустим, видеохостингов нормальных у нас нет. Ну, руль тут не в счет, потому что такой себе. Потом что, ну, Фейсбук, у нас тоже народ пользуется этим. Тоже непонятно, как это все будет, с этим все работать. Ну, я думаю, наверное, если будет защита, это неплохо. Все-таки государство заботится о людях. Я думаю, что это так. Время это все покажет. И с другой стороны, ну, и выборы должны быть у каждого, наверное, это тоже. Ну, я думаю, что придут к правильному решению. Надо иметь связь с другим обществом, с другими странами, потому что, если будет только один интернет, то мы не будем иметь информацию о других странах. Я думаю, что, ну, нужно пользоваться именно все соцсетями, которые создают за рубежом. Суверенный интернет принесет пользу, потому что наши данные будут под защитой. Ну, защита информации, во-первых, это у нас в России должно быть, чтобы к нам никто не лез. А с другой стороны, смотря как отрежут. Если отрежут с той стороны, то мы лишимся Фейсбука, Инстаграма, всего-всего-всего на свете. А если мы свое что-то сделаем, не факт, что оно будет работать. Вот у меня такое мнение. Ну, вот, считайте, как вообще у нас эта идея приживется? Смогут ли наши соотечественники действительно создать вот аналог сети, которая по всему миру? Я думаю, что нет. Просто, просто нет мозгов. Все мозги утекли на Запад. Ну, это потребует огромного количества средств, можете представить. Значит, опять будет что? Опять будет очередная волна, огромная трата денежных средств, просто колоссальная. Это несколько десятков миллиардов, а может быть и сотен миллиардов рублей. А выход какой? Ну, создадим, сделаем, посадим всех чиновников на свой, как говорится, интернет местный. Дальше как развиваться? Дальше как будем обмениваться информацией с теми же другими странами? Понимаете? Ну, это тупиковый путь развития, считаю. Средства, может быть, и будет, но вот в плане, допустим, все это разработать, во-первых, это за один год все не сделаешь. Это раз. А во-вторых, а надо ли? А купится ли это все? Ну, то есть, вложить-то вложить деньги, а это все равно бизнес, как бы, и она для этого, Россия. Когда вот есть уже готовые решения, просто, может, какие-то нюансы. Нас посетил депутат Государственной Думы Денис Павлович Москвин. И, значит, как и предполагалось, он проехался с объездом по городу, по всем к обстрою и реконструкциям. Там школа 11, школа 10, значит, межшкольный стадион, хотя он вроде уже сдан, но, тем не менее, его туда свозили. Парк, на лыжный базу он не попал, Симашка, вот. И потом была пресс-конференция, и там достаточно откровенных он выросил, в урожениях, не стесняясь, высказался по поводу, особенно 10-й школы. Нами пообещали другую экскурсию, а тут в третьем капитальном странице. Ну да, там достаточно жестко об ответственности и подрядчика, и то, что там оказывается, то есть, как приехал делегация, там депутат Государственной Думы, с ним там вся администрация фактически, там глава города, зампредседатели Думы, приезжают, а там семь человек земляков. А хлеб, соль нет? Мало хлеб, соль нет, там людей нет. Ты понимаешь, рабочих нет. То есть, работа не кипит, никто ничего там не делает. Сидят, люди на лавочках, доминошечка. Да нет, ну слава богу, не так. А, не так, все ладно. Кто-то что-то там клеит, кто-то там рулон линолем раскатывает. Ну, имитация бурной деятельности. Ну, как неудавшиеся. Неудавшиеся, да. И тут уже говорят о том, и он уже говорит о том, что, ребята, вы такими темпами до Нового года не успеете. Не то, что там до конца, до второй четверти. До этого года. Поэтому, дай бог, может быть, с 1 сентября следующего учебного года получится. Ну, а также он обратил внимание на школьный стадион, что до сих пор он закрыт, школьные каникулы идут, а никого нет, стадион закрыт, ленточкой обнесен, никто там не занимается. Хотя разговор шел о том, что надо идти туда и заниматься. Я так понимаю, проблема возникла, вопрос у него, почему он не открыт до сих пор? Да. То есть, подключили? Поручил полностью решить все. Там, как бы, вроде говорится о том, что пока не решен какой-то процедурный вопрос с точки зрения того, что то ли учебный процесс там надо как-то затвердить, то ли какого-то, ну, в общем, бюрократические проволочки надо решить, потом открывать. То есть, сейчас пока он чисто школьный, на нем только занятия физкультуры, только учебный процесс проходит. Поэтому, вроде как, доступ пока людей туда закрыли. Ну, а вообще нашли, кто виноват на этих виновных? Где? В школе в 10-й? Виноват подрядчик. Подрядчик, который плохо справляется. Вроде как, да. Но и шпильку в местной власти тоже, как бы, вставили, что, ребята, а вы-то где? Да, там, администрация, депутатский корпус, вы куда смотрите? Почему там с таким усердием, да, и усилиями выбивали деньги на, там, губернатор приезжал, ему показывали эту школу, ее там, то, что ее надо капитально ремонтировать, и срочно находили деньги в областном бюджете для этого. Ну, я надеюсь, разберутся, да, с этим. Ну, штрафные санкции начислят, там, какие-то там доработки. Ну, надеюсь, что, может быть, там действительно какие-то форс-мажорные, может, были обстоятельства. Ну, это я так надеюсь. С моей точки зрения, вот как я вижу ситуацию, у нас в городе вообще работать практически некому. Мы, конечно, сейчас про студенческий строитряд поговорим, может быть, они там... Ну, не имею в виду рабочими, да, профессиями. Да, рабочих. То есть, просто банально, 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 не хватает рабочих. А вот ученых много, понимаешь? Ну, я имею в виду, именно таких рабочих профессий не хватает. Проблема, на самом деле, строительства у нас в городе вот назрела. Да, что разово взялись. Комнифицированные. Много навалили работы. Работ делать некому. Ладно, и второе, интересная тема. Я лично поучаствовал. Мне очень понравилось с точки зрения организации, с точки зрения того, что я давно не был в Березке. Просто очень давно. Это был форум. Форум время выбрал нас. Время выбрал нас, точно. Там была молодежь, причем разные совершенно. Там, я так понял, старшеклассники были, и студенты. Ну, по положению от 14. Кому-то и 40 там было, кто участвовал. Ну, в душе же молодежь. В душе молодежь, да. Департамент молодежи и спорта. Ну, как бы по положению от 14 до 30, но, тем не менее, если ты молод душой, как говорится, ты тоже можешь... Да. На самом деле, очень интересная тема. Обсуждали. Очень интересные дебаты с командой молодежи у нас случились. Со мной были коллеги Антон Ульянов и Евгений Михеев, депутаты наши. У нас была команда депутатов, команда молодежи, и вот нам дали дебаты. Я так понимаю, сейчас один из дней, да? Это было в субботу. Это был второй день молодежного форума. Да, были дебаты. Чтобы так, ну, пообъяснить, да, небольшую предсторию, второй день форума проходила встреча с органами... Ну, как бы с депутатами. Депутатами, да. Ну, это как бы не встреча с депутатами, как, знаешь, там, вроде как... Пожалуйста, да. Ходишь, тебе садятся за столы... Кого ты натворил, да, у нас на районе? Ну, а им... Ну, например, да. Или там какие-то просто из зала вопросы. Нет, это дебаты. То есть, разговор в том, что встать как бы на один уровень с ними и обсуждать какую-то проблемную тему. Вот конкретно организаторам было дано задание, были четыре тезиса. Все они касались эмиграции, фактически, из города. То есть, уезжать, не уезжать. Эмиграция, это как бы... Причем, эмиграция и эмиграция. Это какой-то путь развития, сорого или нет. Значит, есть ли возможность досуга для молодежи. То есть, опять же, это связано, да, с удержанием молодых людей в городе. И на самом деле, это большая проблема, потому что многие выпускники, да даже не многие, почти все, уезжают из города. Понятно, мало кто возвращается. Ну, в общем, хорошо, что такие форумы проходят. К сожалению, я на третий уже день, где защищались проекты социальные, не попал. Вот. Ну, так как все-таки были дела. Ну, я думаю, может быть, на самом деле, отдельно сделать, пригласить гостя, послушать вообще... Я думаю, надо взять тогда одного из победителей этого... Форум проекта достаточно. Я присутствовал на последних дней, достаточно очень много, если не ошибаюсь, 25 было проектов заявлено, все выступили. Выступили все достойно, да, и действительно, многие проекты были выиграны и направлены на 75-летие победы. И я думаю, что это действительно правильно. Проекты хорошие, и, я бы сказал, там никакие не заоблачные, а реальные, которые можно реализовать в нашем городе. То есть они приземленные, никакой фантазии. Да, то есть это реально можно сделать. Все очень достаточно, ну, грамотно все расписано, все устроили, эксперты все были там в восторге, да, от этих проектов. И я думаю, в следующем году мы увидим эту реализацию, может быть, уже в этом году даже начнут. В Рыбинске торжественно открыли скейт-площадку за 25 миллионов рублей от Фонда поддержки Олимпийцев России. Высокая стоимость проекта обусловлена, внимание, специальными морозоустойчивыми материалами. Вот только пользоваться площадкой зимой травмоопасно. В общем, как открыли, так и закрыли до весны. Житель Бурнаула пожаловался на продающуюся в местном магазине обувь. Все потому, что на ее подошве расположен похожий на крест протектор. Как сообщает канал Лента.ру, в РПЦ эту ситуацию также назвали недопустимой, отметив, что крест нужно носить на теле, а не попирать его ногами. Снимут ли небогоугодные ботинки с продажей, пока неизвестно. В Карелии глава администрации района предложил расстреливать граждан, которые жалуются на проблемы. Как сообщает канал ЛЕПР, Сергей Прокофьев назвал паразитами ветеранов, которые попросили его привести в порядок в братскую могилу. А затем чиновник посетовал на отсутствие у него лицензии на убийство. Цитата. «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся». Произошло это на депутатской комиссии совета Олоницкого городского поселения. Общественники уже написали заявление в прокуратуру. Ну а на студии появилась Ксения Лебедева, командир студенческого отряда оборона и, я так понимаю, командир Саровского штаба студенческих отрядов. Строительный... А, ну, командир сначала обороны, студенческий строительный отряд. Студенческий строительный отряд. Да. Ксения, для того, чтобы продолжить, тебе нужно ввести пароль для Wi-Fi. Александр. Да. Сообщенный пароль. Нужно взять телефон. Обязательно подключиться к нашему соседскому Wi-Fi. Ввести достаточно просто найти канал 16 и вводим, так как студенческий строительный отряд. Все, что у нас единственное для всех строитрядчиков здесь есть пароль, это бетономешалка. Бетономешалка мешает бетону? Да. Причем ее нужно, она голосовая, нужно ее спеть. Бетономешалка. Мешает бетон. Нет, достаточно просто подключиться. Все, готово. Генни, расскажи, вот тут на этой неделе произошла встреча Владимира Владимировича и ваших, я так понимаю, командиров, Москву-лидеров активистов этого движения. Расскажи подробнее, как оно вообще в Сарове представлено, потому что для меня оказалось новостью вообще существования этих студенческих отрядов. В этом году нашему движению исполнилось 60 лет. В 1959 году... То есть еще с тех времен. Да. С советских, будем говорить. С советских времен. Понятно. Студенты МГУ поехали на Церину в Казахстан. Понятно. И это, ну, как бы, стало отчетом нашей истории. Понятно. Начальной точкой. Ну, это в целом российская, советская история, да? Советская, да. Что касается сегодняшних дней вот в Сарове именно. Мне вот это больше интересует, потому что, когда я вот Александру сказал, что ты видел такую новость, он говорит, слушай, да у нас тут свои есть. Я говорю, давай срочно их в Wi-Fi, потому что, ну, это... Я вот не подозревал о существовании вообще. Кто эти люди в Сарове, да? Где они существуют? Где вы вообще? Где у вас штаб? Ну, штаб находится на базе Саровского физико-технического института. В 2017 году ребята работали на Элерон, то есть был создан студенческий отряд Элиад, и они прошли целину здесь, в Сарове. Насколько я знаю, они просто обоустраивали территорию, это парни, а девушки работали с документацией. В 2018 году был уже создан наш строительный отряд обороны, и мы работали на Смоленской атомной электростанции. То есть у вас тогда как в командировку, целенаправленно отправили на Смоленщину. Все правильно. Даже суточные платили. Вот, даже так. Да, как командировочные. Мы работали с лесорями-электромонтажниками третьего или второго разряда. Нам на месте провели обучение. Ну, это ученические разряды, это самые первые. Да, да, да. Вот. Сначала провели обучение, а потом уже мы приступили к работам. Работали с металлоконструкциями, выполняли монтаж-демонтаж металлоконструкций. А девочки у нас подключали шкафы и маркировали кабель. В этом году мы работали на всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в городе Озерск. А, даже еще одна командировка. Это было уже в этом году. Мы прошли конкурс, сняли видеоролик, отправили отчет, можно так сказать, о своей деятельности в учебное время и нас приняли. Это, понятно, студенты, то есть те, которые учатся и как они свободны от времени от учебы, в каникулы, то есть это как-то в летний период получается. Да, конечно, только в летний период работаем именно на стройках. Вообще еще есть зимние стройки, но у нас просто чисто физически не получается там работать из-за учебы, из-за того, что мы очень много пропустим. Так, может быть, вот мы тут обсуждали, что у нас строителей не хватает на благоустройство города, он в парке там и в школе в 10-й. Может, вас туда надо привлекать? Может быть, мы готовы к предложениям. Надо такое, в администрации нашей надо дать предложение. Много, кстати, у вас рабочих-то рук? человек 15 найден. Человек 15, слушай, нормально, пару бригад. Уже больше, чем 7, которые встречали. Слушай, электромонтажные работы, какие еще работы по металлоконструкциям, благоустройство территории, гидроизоляции зданий. Вот, какие еще профессии дать? Арматурщик, бетончик, краминщик. То есть вообще нормальный такой перечень строительных специальностей таких базовых, да? И вопрос оплаты, то есть, я так понимаю, это все-таки как официальная работа, то есть у вас там трудовой договор, то есть все это... И на общий как бы рабочий день и на переработку. Это было официально. Ну, а зарплату вам как бы утверждали или вы еще могли по это... Поторговаться. Поторговаться. Нет. Нет. Тут дело в том, что командир и руководитель работ выставляли ИСН. Это индивидуальная... Стимулирующая надбавка. Стимулирующая надбавка. Все правильно. Тем, кто работал в НЕФе, это очень близко. Каждый день мы выставляли эти ИСНы и от него зависела зарплата. То есть командир принимал решение. Ты сегодня хорошо поработал, а ты сегодня полдня чай обгонял. Вместе с руководителем работ. Вообще командир, он по наряду допуску был производителем работ. Ну, у нас на предприятии. И также у нас был куратор, то есть руководитель работ. И вот вместе с ним мы принимали решение. Вообще, кстати, вопрос. Вот возвращаясь к штабу. Я так понимаю, есть какое-то общее сейчас движение. На региональном уровне уже принято решение о создании штабов или штаба конкретно в нашем городе. Вот у нас процесс как сейчас движется? Мы вошли в реестр Нижегородского регионального отделения, съездили на конференцию, отдали положение, нам их подписали, утвердили. Вообще, это как общественная организация, я так понимаю, действует. Конечно. Молодежная, общероссийская, общественная организация, российские студенческие отряды. Она уже существует 15 лет. Ну, и в нашем городе как бы принято решение создать штаб. Но штаб создается только при наличии трех отрядов студенческих. У нас пока их два. И вот у нас есть цель к следующему учебному году подготовить еще один студенческий отряд. Мы решили... А второй, то есть, вот я, Ваш, так понимаю, это больше по строительной части. Второй? Второй, это педагогический отряд. Он называется Адастра. Ребята ездят на целину в детские лагеря, к детям. И работают там две или три смены. Можно сейчас наговорить, вообще, какие существуют отряды? Да. То есть, есть какой-то перечень, из него можно, собственно говоря, вымолить. Ну, тогда рассказывайте. Есть педагогические отряды, строительные отряды, отряды проводников, это те, кто работает в поездах, и сельскохозяйственные, и медицинские. Может, медицинские лучше? Вот, да, есть такой, как влажность, Саровский медицинский колледж, или, да, может быть, из них какой-то свой. И вопрос, привлечение молодых людей, студентов в эту историю, вообще, насколько интересно, насколько они, ну, там, готовы идти, вообще, то есть, или это просто такая возможность заработать, заработать, да, за летний период, получить какую-то профессию, может быть, дополнительную? Конечно, это есть в плюсах, но самое, самый большой плюс – это атмосфера движения. Это то, когда ты стоешь с друзьями своими в Орлядский круг, поешь родные песни, которые ты пел там на целине, и это просто непередаваемое ощущение. Также у тебя просто куча знакомых новых, ты с кем-то работал, ты с кем-то познакомился на слете, и просто ты подходишь к нему и обнимаешь, потому что он в бойцовке, потому что он свой. Вот это вот заряжает. То есть, вот это бойцовка. Да, это бойцовка, целинка, либо строевка, у нее есть свои правила. Так, рассказывай о правилах. Ну, вот тут вот на левом кармане вешается шеврон о принадлежности к отряду, либо должность. То есть, командир, комиссар или мастер. Командир, он отвечает... Или Маргарита. Командир, он отвечает за трудоустройство, за напор в отряд, за такие организационные вопросы. Комиссар, он отвечает за комиссарскую деятельность, за творческую деятельность. Это мероприятие, номера и так далее. Атмосферу отряда еще, Мастер, он работает с документами, и такую вот бумажную работу выполняет. То есть, у тебя в отряде есть, соответственно, ты командир, у тебя есть и комиссар, и мастер, ну и рядовые, как правильно говорить? Бойцы. Бойцы. Бойцы строя отряда. Так, а значки? Да, вот они. Вот самое главное. Значки, это от кого? Ничего себе, их там сколько? Я не знаю, братец. Это из других отрядов. Каждый человек Оставляет частичку себя, частичку своего отряда на память. То есть, он подходит к тебе, дарит тебе значок, прикрепляет и говорит какие-то приятные слова. И вот я помню каждый значок, каждого человека, который подарил мне значок. А вот эти значки, они вешаются на воротничок. Это участие в мероприятиях и слетах. Вот этот вот большой значок, он с сирофийского как раз слета, посвященное 60-летию. А ты встречал таких, которые прям весь воротник вот так? Не поверите, вот даже вот так вот прям на весь воротник. То есть, есть прям полностью. А такой, чтобы даже тяжело носить, прям вот. Конечно. Китель такой. И с этой стороны значки, и с этой. Здесь еще награды можно вешать. А работ в ней, как получается, это выходная парадная, да, форма? Это парадная одежда. Ее надевают на встречи, либо на слеты, либо на какие-то мероприятия работать. А вот есть зеленые. Песочные есть. Это зависит от деятельности отряда. Например, зеленые куртки, ну, конечно, в каждом региональном отделении свои правила. Я расскажу про наше региональное отделение. У нас зеленые куртки носят вожатые, песочные вот такие, вот такого цвета у нас строители, белые куртки у медицинских отрядов и такие вот бежевые у сельскохозяйственных отрядов. А проводники? А проводники в синих. Своеобразная цветовая дифференциация. Да. Но успеваемость это как-то сказывается? Или как бы по-другому, да? А как к вам относятся преподаватели? Какой-то блат, какие-то преференции, что-то вообще это дает? Ну, вообще честно, нормально относятся. И некоторые даже как бы то, что вот я тоже был в стройотряде в свою... То есть вспоминают свое студенческое по молодости. Говорят, я тоже был таким. Я вот помню, мы сидели на лабораторной работе и у нас преподаватель прям так увлекся. Он говорит, я вот в Якутии был. И вот начинает это вспоминать. Да, вообще, кстати, как с дисциплиной? Что с дисциплиной? Потому что студенчество это же такое... Когда мы ехали на стройку, нам сразу было сказано, что на стройке действует сухой закон. И за это очень строго каралось. Вплоть до увольнения. Если, например, тебя командир штаба увидит пьяным... А если выходной? Неважно. На территории Озерска сухой закон. Ну и подытожить тем хотим, что мы хотим донести до наших жителей города, что студенческие отряды жилы в нашем городе и призываем студентов, естественно, Саровского физико-технического института, студентов Саровского политехнического техникума, Саровского медколледжа принимать активное участие в жизни студенческих отрядов, создавать, не бояться, создавать даже свои отряды, чтобы вступить и создать, наконец, штаб, студенческий отряд в нашем городе. Поэтому ждем вас. Приходите в Саровский физико-технический институт. А куда, кстати, идти-то? Ты скажи. Да, приходите, можете приходить в Саровский физико-технический институт, кабинет 103, я обязательно вас там приму, выслушаю и обязательно... Поможем, поможем, поможем. Кому надо направить, институт вести и обязательно Ксению пригласим, чтобы тоже рассказал все тонкости и подводные камни, наверное, организации своего студенческого отряда. Отлично, это прекрасно. Друзья, это был Соседский Wi-Fi, с вами в студии работали Александр Самофал, Ксения Лебедева, наш гость, командир студенческого строя отряда, можно так сказать, оборона, и Петр Смирнов. До встречи на следующей неделе. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»